Здравствуйте, друзья! Из солнечной Калифорнии, из океанского Санта-Круза мы зачитываем вопрос устами Светланы. Светочка, давай. Давай, давай. В добром времени суток, Михаил. Вы часто рекомендуете форум «Говорим про ЮЭС». Была интересная тема по политике, зашел посмотреть. По политикам убежища имеется в виду, да. Не знаю. Удивил градус ненависти к тем, кто просит совета по политике. Тут у человека явное преследование за взгляды, а ему завсегдатые пишут вещи, что в пору думают, что они тролли анонимусы. И это не только в политике. Видел похожее в ветках по работе. Вместо адекватных советов о пытке унизить, обидеть, опустить. И это о людей, у которых свыше тысячи постов. Типа гуру форума. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, это же просто все комментируется. Значит, есть определенный уровень, как сказать, озлобленности у людей. Этот уровень... А да, я тебя спрашиваю. Говорим про ЮЭС. Там люди из Америки или из России? Из разных мест. Там люди из очень разных мест. В основном, конечно, не из Америки. В основном. Но есть много таких, которые уже сюда приехали. Там обычно что получается? Люди пока приезжают, они там много общаются, у них потребность в информации. Потом они, когда уже осваиваются, ну, некоторые пишут историю, как они что. Эти истории очень популярны. Потом еще время проходит годик-другой. В основном они все уходят с форума, потому что они там не могут получить того уровня поддержки информационной, который им уже нужен в американской жизни. Поэтому, конечно, в основном там люди издалека. Не из Америки. Тогда понятно, почему там такие... Ну, подожди, давай мы вернемся. Значит, итак, есть уровень нетерпимости, который в каждом обществе присутствует. Но дальше начинается. Значит, есть разница в уровне нетерпимости от страны к стране. Это первое. Есть разница в уровне нетерпимости от, скажем, того, что люди, скажем, верующие или неверующие, более образованные или менее образованные и так далее. Есть просто группы людей, которые... Вот есть люди, которые спокойные, а есть люди нервные. Между городскими жителями, например, там, сельскими жителями. Понимаешь, уровень стресса другой. Соответственно, значит, что происходит? Социальные вот эти вот сети, форумы, это такое место, куда, с одной стороны, люди идут за информацией. С другой стороны, люди идут за тем, чтобы вылить свои негативные эмоции. И я могу сказать, что из моего опыта... Я вообще не хожу никуда, но... Я даже вот говорим проезд, но не потому, что я там чем-то его не люблю, а просто у меня сейчас времени мало. Я, наоборот, очень люблю. Но за пределами говорим про вес. Если я где-то высунусь, и даже не я высунусь. Вот вы пойдете и напишите. Вот я смотрел там видео, там, Миша Портнова, там, о чем-то. И мне очень понравилось. И вы увидите, как вас размажут, обольют дерьмом. И вы узнаете столько ненависти вообще. И нечистот человеческих. Поэтому, значит, форумы, это место такое. Есть форумы, казалось бы, профессиональные. Ну, или так, знаете, условно, в советское время была такая шутка. Там, знаете, вот в магазинах там плохо было с продуктами. И они все время боролись там за звание социалистического, там, коммунистического и так далее. Вот была такая шутка, что магазин борется за звание продовольственного. Есть форумы, вроде бы они такие, типа, профессиональные. Но они борются за звание профессиональных. Не потому, что там нет достаточного количества людей профессиональных. А потому, что там не защищено от вот этой вот навозной кучи. То есть, навозная куча присутствует параллельно с профессиональным народом. И их как бы не вычищают, ничего для этого не делают. Поэтому туда ходить невозможно. Я, например, не могу. Но, значит, первое, что, так сказать, в ответ, прямой ответ. Я хочу сказать, что форум «Говорим про ЕС» с точки зрения доброжелательности. При всем при том, что там есть тоже люди, которые приходят разрядиться. Значит, на порядок симпатичнее, чем вот многие другие, включая с понтом профессиональный. Это первое. Второе. Есть болезненные темы, которые как бы известно, что порождают склоки, негативные реакции и так далее. Поэтому, значит, тема о политическом убежище на форуме «Говорим про ЕС» – это тема заранее негативно воспринимаемая. Потому что изначально форум «Говорим про ЕС» – это форум для людей, которые играют в лотерею «Гринкарт». Безусловно, там существуют другие разделы. Они не сразу появились. Я-то этот форум знаю практически с первых дней. Поэтому поначалу было вот только про «Гринкарту», потом добавлялось. Ну, люди ходят, вопросы задают. И что касается политического убежища, там реакция болезненная. Почему? Потому что люди играют в лотерею. Они как бы идут таким путем законопослужных граждан. И вдруг выходит кто-то. А вы не представляете, сколько людей их удаляют на форуме. Это же каждый день возникают, и каждый день их удаляют. Которые приходят, там, и говорят, а кто-то поможет составить липовую историю моих притеснений. Или там, научите, как правильно врать. И тогда это же просто потоком идет. Вы просто не видите этого. Это видно хорошо в модераторском разделе. Я, как бы, технически являюсь модератором в разделе, там, работы, финансы, образования. Но я просто по факту отсутствия времени не могу толком выполнять эти обязанности. Но у меня доступ есть, я посматриваю иногда. Вот. Поэтому, значит, то есть вот эти вот темы, значит, как оторвать что-нибудь на халяву и так далее. Тема вэлфера не приветствуется. Вот люди говорят, как приехать и с первого дня встать на вэлфер. Да, вот эти темы, они тоже не приветствуются. Потому что это тоже обман вот этой лотерейной системы. Потому что, когда вы едете, идете на интервью, вы консулу обещаете и клянетесь, что вы не будете висеть, значит, грузом там на экономике страны. И вы показываете, что у вас есть деньги, квартира, там еще что-то есть. Но он эту квартиру, она у него есть, но он решил ее не продавать. Мало ли что, вдруг вернуться надо. И он приезжает, у него денег нет. А то еще лучше, бывает, его вот научат, там заранее научат. И он прямо с самолета, его встретили, пацаны там с вэлфера раз, тут же на вэлфера приходовали. Я думаю, что это зависит в целом от экономической ситуации. Но вот я помню, была статистика, когда республиканцы, они 5 лет подряд, они пытались прикрыть гринкарт-лотерею. И была статистика, что там то ли 65, то ли 66% гринкарт-лотерейщиков в течение какого-то кратчайшего срока, типа месяц, оказываются на вэлфере. Так не для этого же лотерея это была. Если бы это было известно заранее, да кто бы стал делать эту лотерею, кому она нужна вот такая? Поэтому люди, которые как бы, ну, пытаются легитимными какими-то путями туда, значит, попасть в США через лотерею и так далее, они болезненно реагируют. Вот надо просто знать, вот ты пришел в какое-то место, да, и там есть темы, которые люди не любят. Вот действительно это такая болевая точка. Теперь, когда у человека есть тысяча постов, тут есть тонкость такая, значит, это говорит только о том, что у него есть время оставлять эти посты, сообщения на форуме. То есть ни о чем больше это не говорит. Не говорит о содержании, не говорит о том, что он какой-то гуру, или он чего-то знает там и так далее. Может быть, там из тысячи постов, там, 985, это он ходил там, чтобы показать, что он умный, а все вокруг идиоты. Если он для этого входит на форум, то он вполне мог так это делать. Или просто ни о чем. Там же есть такие темы, где люди просто болтают ни о чем. Ну, так, сошелайзуются так как бы, да. Такие темы тоже есть, и разделы такие есть, просто для потрепаться, чтобы они не флудили в информационных темах. Поэтому, существенно, не то, что у него там тысяча постов, а, собственно, что он знает, откуда он взялся. Есть ребята, которые уже много лет играют в лотерею. Они за эти много лет, они читают все подряд, они знают, ну, я не знаю, как, я не хочу сравнивать с иммиграционным адвокатом, но они знают очень-очень много. И они могут, они уже видели все вопросы. То есть, вы когда пришли со своим вопросом, они такой, этот вопрос, они видели уже, может быть, 50 раз отвеченным. Вот, и они знают там все ответы. Другое дело, что еще одна болевая точка форумов, в частности, вот, там, говорим про вес, как я его понимаю. Болевая точка форумов, это люди, которые свалились с неба, так, и вот, ну, абсолютно, вот. И они не потратили времени ни на что. Вот, он не потратил времени, чтобы почитать, сделать поиск. Вот у меня сегодня, сегодня-вчера на форуме «Заливкорг», ну, у меня там не столько форум, сколько просто такая доска, куда люди вопросы вешают. Девушка пишет, что вот, я знаю, вы отвечаете на все вопросы, я массажистка из Украины, и вот, какие расценки, дайте мне то, дайте все. И я думаю, надо же, а я много раз о массажистах, у нас два интервью с Наташей, которая вот недавно, там, относительно недавно приехала из Ставрополя, еще там были разговоры, она не делала поиск, она просто спрашивает. Ну, я ей сказал, ну, там, говорю, ну, сделайте поиск вот на такое-то слово, там выходит 4 видео, значит, нормально. Но, когда человек пришел на форум, и он что-то такое, зачем-то пришел, у него какое-то общение, там, он себе имеет в виду, и вдруг вот высыпается человек, который поиска не делал, вопрос сформулировать не может, потому что ведь вопрос, на самом деле, это, ну, там, не знаю, 80% ответа, это уже ваш вопрос, потому что если вопрос разумно составлен, точно составлен, на него можно дать очень хороший ответ. Более того, возникает желание дать ответ и помочь человеку, который потратил силы, время, вник и задает хороший вопрос, вы не представляете, какое-то удовольствие ответить на хороший вопрос. Свет, ты согласна со мной? Конечно. Понимаете? А когда приходит человек от балды, с луны, чего-то он такое жахнул, и ты думаешь, ё-моё, другое дело, что если ты думаешь, ё-моё, это совершенно не обязательно, что надо пойти и сказать это вслух. Это отдельная тема. То есть мы можем долго говорить, почему вот мы из такого грубого общества, где вот так вот принято хамить, принято гадить, принято быть негативным, почему первая реакция на что-то хорошее всегда мерзкая. Я помню, у нас был знакомый один в Москве в советское время, вот, и он был негативным таким. И когда говорили там что-то вот, ну, что-то хорошее случилось где-то, вот, я не знаю, вот я помню, я наблюдал такую историю, там кто-то купил газовую плиту югославскую. В то время югославская плита, это было как сейчас, я не знаю, там, иномарку новую. Вот, короче, он говорит, вот там Вася купил, там, достал, достал югославскую плиту. И вот у него, это его, и вот этот парень, это его типичная реакция. У него такое лицо становилось нехорошее, и он говорил, он теперь с этого может усраться, я думаю. Понимаете, вот это его реакция. Почему мы из такого мира, понимаете? Вот потому что мы там родились, мы его не выбирали. Но это вот та реальность, с которой мы родились, выросли, она на нас влияет, на кого-то больше, на кого-то меньше, понимаете? Вот, и вот они выходят там, в эти социальные сети, и выливают там на других людей. Может, у него перед этим там он с женой поругался, а может, он всегда такой. Знаете, как тот солдат, который, глядя на кирпич, думал о бабах, понимаете? А он всегда о них думает. Вот и эти тоже. Поэтому, если вы идете на форум, на какой-то, и вы задаете вопрос, ну, помимо хороших практик, типа того, что сначала поищи там, подготовься к тому, чтобы хороший вопрос задать, потому что если не будет хорошего вопроса, никто не станет тебе разъяснять то, что там надо было самому прочесть, потратить там полчаса. Никто не станет тебе эти полчаса своим временем компенсировать. Но, помимо этого, будьте готовы к тому, что там негативные люди, что они первыми прибегут и скажут какую-нибудь гадость. Они даже не поймут ваш вопрос, они даже читать его не станут. Понимаете? Я это наблюдал неоднократно в самых, казалось бы, интеллигентных местах. Я помню, был, я забыл фамилию этого дядьки, он литературный критик, в Москве живет, у него есть форум. И я туда пришел, и так почитал, и вроде прилично все. И я, значит, там есть тема такая для новичков, написано, новичков, вот новички сюда заходят. И я туда пришел и говорю, вот там, здравствуй, хотел поздороваться, да? Вы не представляете, что я получил в ответ на фразу «хотел поздороваться». Боже, там просто склока развернулась такая. Ну, единственное, что я как бы не был в таком настроении, чтобы спускать кому-то. То есть, я им ответил, им мало не показалось, но из-за этого склока такая развязалась там с участием большого количества людей там и так далее. Потом там вроде все мирились, целовались, признавались в любви. Но я к чему говорю? Сидят люди, понимаете? Им плохо. Им плохо. У них, я не знаю, может он санкционного сыра не доел сегодня. И вот ему надо на кого-то слить это все. Не обращайте внимания. Просто вы знаете, я иду на форум, я задам вопрос из 10 ответов, которые будут. Если один хороший, по делу, доброжелательный и так далее, значит у меня сегодня удачный день. А остальные 9, вы должны ожидать, что там будет какое-то дерьмо. Но если будет не 9 дерьма, а только 6, то вам два раза сегодня повезло. Света, ты меня слушаешь? Нет, Света меня не слушает. Я хотел, чтобы она подтвердила. Но это не важно. Да, я подтверждаю. Спасибо тебе, Света, ты настоящий соратник. Ты чувствуешь энергетику моего посыла, поэтому ты подтверждаешь на энергетическом уровне. Мы можем так сказать? Вполне. Все, друзья, я думаю, что я высказался. Я вообще не хотел на эту тему вообще говорить. Когда я первый раз вопрос прочитал, я думаю, ну что я буду негатив какой-то разбирать. Но с другой стороны, надо быть готовым к негативу. Понимаете? Включите негатив в свою комфорт-зону. Скажите себе, я нормально к этому отношусь. Я понимаю, что полно людей, у которых сегодня что-то не удалось. У кого-то сегодня не удалось, у кого-то никогда в жизни ничего не удавалось. И они ищут меня, они ходят за мной. И они еще и анонимные. Понимаете? Они же анонимные, а еще никто от своего имени не напишет. Вот. Поэтому наплевать. Аноним это аноним. Это космос. Понимаете? Его нет. Так что... Да. Я всегда думал... В непрямой связи с этим. Но вот сказки детские. Знаете? Я сейчас уже взрослым, став там через 50 с лишним лет, я думаю, а что это вот Баба Яга? Вот она говорила, чум русским духом пахнет. Понимаете? И я думаю, что там пахло? Что она такое там учуевала? Вот может быть какую-то энергетику? Вот. Поэтому... Мы нюхали русский дух. Мы нюхали русский дух. Мы нюхали, да. Мы тут... Знаете что? Мы попали... Тут есть крепость такая. Ну не крепость, но так. Форт. Форт Рос называется. Это такое поселение, где казачки амурские, которых, значит, солясты... Уже там 100 лет прошло, когда они там были. Уже больше 100 лет. Почти 200 прошло. Вот. И они там, значит, для колонии на Аляске высаживали. Там пшеничку растили, там, может, овощи какие. И дальше вот морским путем все это уходило на Аляску. Это известная история есть. Вот. И там избы. Брусчатки. Брусчатки. Ну, из бревен. Из бревен. Бревенчатые избы. Их уже давно, на самом деле, покоцали. То есть там бетон. А сверху по бетону они вот эти вот... Нет, по-моему, ничего там. Это натурально. Натурально. Ну, мне казалось, что там где-то... Но когда заходишь, и таки пахнет русским путем. И в эти избы заходишь, там пахнет... Ну, я не знаю, как это назвать правильно, но там пахнет таким деревом скисшим. Нет, и там пахнет вот как пахло в деревнях. Как пало в деревнях, да. Вот мы как туристы, мы часто останавливались в деревнях, где-нибудь там заночуешь в избе какой-нибудь. И вот там вот такие запахи были точно вот как... Хотя сто лет уже прошло. Точно как в отечестве. Вроде дерево другое, знаешь, там и все. Вот. Я не пытаюсь из этого какой-то негатив сделать. Я просто к чему говорю. Мы оттуда, понимаете? А вы так рассуждаете, как будто вы в Швейцарии выросли. Или, там, например, в Голландии. Ну, мы же знаем это все. Это же не то, что для нас какая-то неожиданность, там и так далее. Я советую этот форум, это правда. Но когда вы идете на какой-то форум, ну, чем лучше вы понимаете, куда вы пришли, какие там правила поведения, какие болевые точки, там и так далее. Если вы там потусуетесь какое-то время, то вы... Вы работаете правильно. Не только отношения, но какие-то правила поведения, чтобы не нарываться на негатив. Если вы будете со своей этикой, эстетикой, пониманием, правилами и так далее в чужой монастырь, то, конечно, вам там достанется. Вот. И как бы монастырь не станет вашим. Такая история. Я в свое время, кстати, предлагал завести на форуме дежурных из волонтеров. Вот дежурных, которые просто отвечают людям на дурацкие вопросы. Ну, ссылку дадут. Это должны быть люди, которые хорошо знают форум, хорошо знают, где на эту тему уже говорилось. Там ведь даже FAQ есть. Понимаете? Мало кто читает. Но, чтобы были дежурные, вот просто, чтобы доброжелательно отвечали на один и тот же вопрос, там, 20 раз в день от разных людей. Не давали бы ссылку, там, туда или сюда. И эта идея не прошла. То есть она обсуждалась. И в целом восприятие было негативным. Не только среди модераторов администрации, но и посетителей форума. Они говорят, не надо загаживать. Не надо мусорить. Тот, кто не хочет там пойти, почитать, там, сделать поиск и так далее, на нефига. Ну, вот такая история. Слушай, а почему трафик на север? Почему-то на север трафик. Люди, видимо, хотят, чтобы было попрохладнее. Вы видите, как у нас тут жарко. Нет, тут здесь как раз прохладнее, куда же на север прохладнее? Ну, солнышко, на севере должно быть холоднее, чем на юге. Ну, нет. Мы же едем на юг. Ну, да. Вот, а они на север. Я не знаю, почему. В общем, давайте мы пожелаем товарищу, который вопрос задавал, и всем остальным, и включая нас с тобой, быть толерантными. Не просто быть толерантными, а как бы притягивать в свою жизнь позитив. Значит, единственное, что мы можем сделать сами и контролировать сами, это отдавать позитив, и тогда нам будет приходить позитив. Мы это знаем. А будем газость какую-нибудь давить, значит, будем газость разную получать. Поэтому, вот, я бы на том уровне, на котором мы можем этим управлять. Я советую управлять. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!